И в продолжении темы. Сегодня федеральное и региональное законодательство предусматривает массу льгот и субсидий для многодетных семей. Однако более детальное изучение вопроса показывает, что добиться реальных льгот многодетным семьям не так уж и просто. А еще сложнее понять, какие же льготы полагаются семьям в отдельно взятом регионе, в нашем случае в Республике Бурятия. И в гостях у нас начальник отдела клиентской службы управления социальной защитой населения по городу Улан-Удэ Серафима Гармаева. Серафима Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, первый вопрос. Какая семья считается многодетной по российскому законодательству? Многодетной семьей считается семья, имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей и воспитывающих их до 18-летнего возраста. Какова ситуация у нас сегодня в Бурятии? Сколько таких многодетных семей состоит на учете? На сегодняшний день в Республике Бурятия на учете состоит 19 тысяч многодетных семей на 60 тысяч детей. В городе Улан-Удэ состоит на учете более 6 тысяч семей, имеющих детей более 18 тысяч. Все мы знаем, что сегодня государством предусмотрено действительно очень много субсидий и льгот, но, как показывает практика, очень мало представителей многодетных семей знают о них. Давайте, может быть, выделим основные субсидии и льготы, которые предоставляются многодетным семьям. Меры социальной поддержки многодетных семей, их несколько. Одна из мер – это ежемесячная денежная выплата многодетным семьям в размере 180 рублей. В месяц? В месяц. Каждому ребенку? Бесплатное обеспечение лекарствами, средствами по рецептам врачей на детей в возрасте до 6 лет, семьи, чьи доходы ниже полуторной величины прожиточного минимума с 1 января 2013 года, предоставляется республиканский семейный материнский капитал. Можно у вас прерву, очень много вопросов возникает при распоряжении материнского капитала. Скажите, куда можно направить эти деньги? Ну, распорядиться республиканским материнским капиталом семья может на следующее. На приобретении товаров первой необходимости для новорожденного, приобретении бытовой техники, приобретении продуктивных животных, приобретении транспортного средства, при условии, что они свои деньги вкладывают. На проведение ремонта жилого помещения, на лечение детей, на образование детей. Но если есть ипотечный кредит целевой, то есть на приобретение жилья, то можно погасить задолженность по ипотечному кредиту. Либо оплатить первоначальный взнос. Какие еще есть основные субсидии, которые, может быть, связаны с квартирой? Если же в семье родилось одновременно трое и более детей, они имеют право на субсидию. Если в семье шесть и более детей, нуждающиеся в жилье, также им предоставляется субсидия на приобретение жилья. Также многодетная семья имеет бесплатное посещение один раз в месяц театров, предоставление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории детям в возрасте до 15 лет. Бесплатное приобретение в собственность для индивидуального строительства земельного участка. Куда нужно в первую очередь идти, чтобы воспользоваться этими услугами? Какие документы нужны в первую очередь? Семьи могут обратиться по следующим адресам. У нас их несколько клиентских служб. Это расположены в городе Улан-Удэ. Это у нас Терешково, 28 А, Октябрьская, 20 А, Проспект 50 лет Октября, 26 Б, Бульвар Хараламакса, 14 А и Многофункциональный Центр Республики Бурятия. Пакет документов из чего состоит в основном? Какие нужно документы предоставить? Документы тут разные. На ежемесячную денежную выплату семья предоставляет следующие документы. Это паспорта, свидетельство о рождении детей и лицевой счет банковский. Если семья, у них уже двое детей, они планируют третьего. Куда им обращаться? Как им встать на учет? Вот по вышеперечисленным адресам граждане могут обратиться за назначением. Также они имеют, если в семье двое детей, они также имеют право на ежемесячное пособие на детей, если их доходы ниже прожиточного минимума. Серафима Георгиевна, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в гости и поделили свое мнение. Я напоминаю, у нас в гостях была начальник отдела клиентской службы управления социальной защитой населения по городу Улан-Удэ серафима Гармаева. А мы продолжаем наш выпуск.